Чтобы качество обслуживания было выше, а удобств для пассажиров больше, предприятие «Электротранспорт» совершенствует свою работу. На остановочных комплексах появляются информационные табло, а с нового года введен новый единый проездной документ. На остановочных комплексах города одно за одним появляется светящееся табло, где указано не только время, оставшееся до приезда автобусов и троллейбусов, но и точка их движения в данный момент. Остановка «Пять углов» в сторону севера стала восьмой по счету в Мурманске, оснащенной такой интерактивной новинкой. Чтобы не ждать транспорт на остановке, разработан целый ряд дополнительных мер. Отследить нужный маршрут можно с мобильного телефона. Цель – это для того, чтобы было удобство пассажирам в режиме реального времени видеть время подхода троллейбуса-автобуса к конкретной остановке. Помимо информационных табло, существует сервис, это удобный маршрут и онлайн-транспорт на сайте электротранспорта, где пассажиры даже не на остановке, а дома могут спрогнозировать, когда тот или иной транспорт подойдет на конкретную остановку, которая необходима пассажиру. По словам специалистов предприятия «Электротранспорт», обеспечивать остановочные комплексы города таким оборудованием будут и далее. Но есть в этой работе немало тонкостей, замедляющих реализацию проекта. К сожалению, есть технические проблемы по запитке и определенные технические нюансы с заменой остановочных комплексов, но планы такие есть. В ближайшее время рассматриваем установку информационного табло около детского мира в сторону юга. Еще одно приятное известие для мурманчан. С 19 января в продажу поступил новый единый проездной билет на автобусы и троллейбусы. Важно, что на фоне возросшей стоимости проезда в общественном транспорте цена нового проездного не только не выросла, а стала даже ниже прошлогодней. Можно сказать, что стоимость единого проездного билета еще год назад стоила 1790 рублей. На сегодняшний день аналог этого проездного единого, который дает право проезда в троллейбусах и автобусах – 1600 рублей. Соответственно, стоимость изменилась в меньшую сторону. Если переговоры с банками пройдут успешно, скоро оплатить поездку можно будет пластиковой картой. Впрочем, и старый метод оплаты наличными никуда не денется. Продолжение следует...